здравствуйте дорогие друзья и гости канала люблю готовить сама меня зовут лидия сегодня для вас приготовлю домашний плавленый сыр такой сыр в магазине вы не купите а если приготовить этот рецепт и вовсе перестанете покупать магазинный рецепт готовится очень просто и легко а результат получается наивкуснейший ну что начнем готовить кладем в железную миску творог добавляем одно яйцо сливочное масло комнатной температуры и одну чайную ложку соды при помощи погружного блендера творожную массу взбиваем чтобы не осталось комочков и так творожную массу я взбила видите получается вот такая вот текстура на самом деле если сейчас попробовать это уже напоминает плавленый сыр и добавляем соль по вкусу и теперь всю эту массу ставим на водяную баню и варим до однородной массы и так вода закипела ставим на водяную баню постоянно нужно помешивать я помешиваю не отходя помешивать нужно вот такими частыми кругами видите у нас получилась и такая жидкая сырная масса но все у нас однородная масса готова снимаем с водяной бани и выливаем банку дорогие друзья посмотрите какая текстура пальчики оближешь баночку я простерилизовала по желанию вы можете добавить на свой вкус любую добавку это может быть ветчина маринованные огурчики зелень добавляете то что любите вы а я убираю баночку в холодное место можно в холодильник до полного остывания баночку у меня еще остывает и немного я залила небольшую емкость для того чтобы она быстрее застыла и мы с вами смогли продегустировать но что долгожданный момент видите как он остыл и стал кремообразным вот такой у меня получился бутербродик пробую дорогие друзья это самый вкусный плавленый домашний сыр который когда-либо я ела видите я хочу просто перемешать и показать какая получается масса шикарно и и Субтитры подогнал «Симон»